в этом году у меня много новин гортензий это и вот такой вот молоденький саженец который мне пришел bonfire в двухлитровом контейнере с паспортом и вот такой вот саженец гортензий метельчатый полистар который уже вовсю цветет одна из самых красивых тоже гортензий и гортензия selection вот с такими вот крупными цветками с плотными набитыми соцветиями так что у меня здесь нового и вот такая вот гортензия крупнолистная red forever вечное лето что здесь еще значит у нас есть новенького ну это вот дуга из гортензии в молодом парке посажена еще осенью но сюда также досажен молодой саженец это petit star и еще два молодых саженца из p9 little fries а вот здесь у меня pink rose здесь у меня touch of pink здесь у меня cotton cream все на бутончиках и все старается цвести в этом году я также купил гортензию одну из самых редких но это старый сорт great star вот даже не снимая этикеточки и также она хочет зацветать вот кустик молодой в трехлитровом контейнере был я не стал его обрезать для того чтобы чем больше зеленая масса тем конечно же будет больше и корневая масса здесь вот заказывал весной в горшинке с при девяточки white light сейчас это уже вот такой прям кустик тоже готовится к цветению и я даже наверное дождусь этого цветения в этом году так как сегодня 30 июня вот здесь вот у меня красавица малышка бобо и еще сейчас пройдемся с вами вниз где у меня была роза с карлитмен декор она выпала и там я посадил красивейшую гортензию пастель грин вот которая должна быть очень красивая с крупными цветками конечно же вот так кустик готовится к цветению но в первый год конечно же полноценного цветения такого наверное мы не увидим вот я думаю но уже на второй на третий год конечно же эти будут растения все больше и больше радовать нас своими красивыми цветками ну наверное вот эти вот сорта который я покупал в этом году также я не угомонился купил себе сорт шу гараж тут вот такой вот оборванный этикеточка и также купил сорт мохито вот ну как бы это не дешево в трехлитровых контейнерах в мягких вот они стоят под дождичком у нас у нас достаточно все это сыра сейчас идет но сейчас я хотел бы зайти на беседочку и поговорить с вами вот о чем всем привет дорогие друзья с вами дмитрий явланов и канал сады тамбовщины а поговорить я сегодня бы хотел на очень животрепещущую для меня тему даже не знаешь чего начать боюсь потому что в голове у меня будет огромный сумбур большой сумбур потому что если честно от негодования я просто даже не знаю что делать поговорим мы сегодня с вами о интернет-магазине оптхоз в марте месяце ну в поисках интересных растений я конечно же заказал себе первый раз на оптхозе много гортензий там по моему порядка семи сортов это и пастель грин и бобо и граффити white light white леди прим вайт пиксио они уже по девяточке наверное своих должны были бы рассылать вот ну вот 7 уже назвал может быть их там больше и заказал еще два можжевельника мунглов по девяточки и еще какой-то скальный можжевельник сейчас не помню не скажу на скидку его название вот ну сложил себе все это в корзину в марте где-то числа 20 25 вот и как бы там текущий заказ я нажал оплатить всего вышло вместе с доставкой по моему около семи тысяч что-то 777 200 что ли по моему ну не сказать что прям вот такие деньжища думаю что все эти растения ко мне придут ну 28 марта я то есть сделал заказ я его оплатил 28 марта и все статус заказа оплачен ну я так как бы вот думая что как и в других интернет магазинах там в наш регион в тамбовскую область этот заказ придет ну в конце апреля ну в начале мая ну в середине мая ну крайний случай в конце мая а оказывается там есть такой подпунктик который нужно было бы открывать и читать обязательно то что в интернет-магазине опт хост все заказы собираются в порядке очереди как уж они там собираются я не знаю вот честно скажу какими черепахами они собираются там извините конечно ребят если вы кто-то смотрите меня с опт хоза вот то поясните мне пожалуйста это как у вас это все происходит буквально вчера наткнулся на видеоролик блогера который показывает распаковку с опт хоза один день ролику вот растение пришли я не выдержал написал ему когда вы оплачивали этот заказ он мне написал что я оплачивал этот заказ 20 то ли 8 то ли 22 не января оплатили заказ 22 ну грубо говоря 20 даже пускай января или 22 или 28 заказ пришел там 28 июня полгода я не понимаю как это работает может быть вы знаете как это работает я у меня в голове не укладывается у меня такое ощущение что просто наши деньги все собираются и где-то крутится еще помимо этого больше в голове у меня ничего не укладывается если другие интернет магазин пишет срок доставки 1 3 рабочих дня или срок отправки там июнь или 100 срок отправки там с такого-то числа то здесь у них нет срока доставки вот мой заказ оплаченный не в январе не феврале а в конце марта 28 марта когда он мне придет он мне придет в сентябре ну я все-таки заказывал растение в марте с учетом того что все-таки придет ко мне что-то в конце мая хотя бы вот но никак не в конце августа или в конце сентября даже потому что я рассчитывал на эти растения вот в итоге все эти растения я купил здесь конечно же я не отказался от заказа не стал переоформлять на другие растения этот заказ вот я дождусь потому что там есть допустим гортензии которых здесь нету вот другие много накупил в этом году растений себе еще по мере возможности но вот какой-то вот этот вот непонятный срок доставки растений он меня вообще никак не удовлетворил никак ничего я не пойму как это все происходит наверное столько очень много заказов у интернет магазина опт хост сейчас кто-то может логично рассуждать что они не могут успеть но ребяточки если у вас столько много заказов и столько много вот тогда набирайте дополнительную рабочую силу в сезон а может быть вам просто нужно расшириться увеличить площади больше привозить растений как бы уже под если вы знаете что в сезон у вас будут заказывать очень много растений так может быть больше завозить растений может быть так как-то но не полгода же клиентов клиентов что внутри сбиться своими доставками наверное я так скажу что это моя первая и последняя это мой первый и последний заказ на опт хоз все говорят о том что за растение приходит хорошие растение приходит хорошо упакованные растения быстро приходят но это уже конечно заслуги не опт хоза транспортных компаний которым доставляются растения вот хорошо упакованный да в хорошем состоянии да но апрель май июнь три месяца прошло еще сколько мне ждать еще два месяца три месяца вот я не знаю результат какой-то нелогичный по моему если меня кто-то смотрится в ход пожалуйста поясните мне это потому что я знаю то что все интернет магазина отслеживают ролики вот название обязательно напишу прям вот такими буквами опт хоз пожалуйста если вы в курсе того что у вас происходит и почему это так происходит самое главное то объясните мне пожалуйста в комментариях я прям ваш комментарий закреплю самым первым вот и если я пойму что происходит вот то тогда может быть от сниму какой-то другой ролик с сопровержением своих идей но мне кажется что вы просто крутите мои деньги в течение трех-четырех месяцев где-то в банках может быть еще где-то по-другому у меня ничего не складывается вот или вы собираете там у меня грубо говоря 10 позиций вот или вы так долго собираете эти 10 позиций по всему свету собирая по девяточке растений чтобы отправить их мне вот вот как то так у меня прям если честно в душе прям такой негативное какое-то настроение негативный настрой вообще не хотел снимать этот ролик но лет это проходит а растений все нет и нет денежки у вас причем вы требуете оплаты сразу прям вот а то ваш заказ там будет было написано в течение там трех дней будет трансформирован вот и отменен если бы я знал что вы полгода мне будете доставлять растения тогда я бы и не заказывал у вас а я покупаю потихонечку гортензии другие интересующие меня растения у себя в магазине честно сказать никогда не жаловал интернет-магазин никакие потому что придет неизвестно что придет неизвестно в каком состоянии посмотреть пощупать нельзя вот в магазине да пускай даже дороже пускай даже намного дороже я повертел посмотрел достал из контейнера посмотрел корневую ага меня все устроило внешний вид растения размер растения цена устроила или не устроила с этим я могу согласиться или не согласиться но я беру вот с интернет магазинами это что-то прям что-то с чем-то даже вот бонфай тот же самый который в по девятке у меня не ожил то есть не воскрес так скажем погиб потом я заказал в с 2 это мне сфотографировали предложили на выбор несколько растений такое 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 какое вам пониже обрезанное повыше обрезанное совсем не обрезанное кустик из трех просто веточек или совсем не обрезанный густой кустик такое вам пожалуйста выбирайте вот вот такой горшочек достались горшочка на видео все прислали все я выбрал мне прислали за четыре дня растения дошло тут же прям опять же это вот тут же да цена не маленькая но на бонфайры вообще цена сейчас не маленькая нигде вроде бы как бы по девятка татьяна васильна смирного из питомника лескова уже там какие-то такие цены более или менее реалистичные но это только оптом она отправляет там нужно сколько-то купить по моему 50 черенков ну 50 по девяток вот там цена такая демократичная очень но это оптовые уже мне не нужно 50 бонфаеров я не собираюсь их продавать хотя может быть нужно заняться что вы думаете по этому поводу пишем комментарии мне очень интересно почитать кто заказывал в оптхозе сколько ждали чего ждали и для чего ждали ребят вот что всем пока